Девятое августа, день воинской славы России. В этот день мы отмечаем первую в российской истории морскую победу русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в 1714 году. Петр сказал тогда, «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, обе руки имеет». До XVIII века значительную часть военных флотов составляли суда на веслах, в основном галеры. В России был разработан собственный проект легкой галеры, называемой «Скомповея», с наиболее простой техникой гребли. Это позволяло сажать на весла обычных солдат. На каждую галеру помещалось до 150 человек. Они могли участвовать и в абордажном бою, и в десанте на побережье. На носу корабля устанавливали одну или две пушки малого калибра. В виде «Скомповей» Петр I получил одновременно и флот для действий на мелководье, и морскую пехоту, необходимую для военных операций против Швеции в ходе Северной войны. Несмотря на легкое вооружение, «Скомповеи» оказались способными самостоятельно сражаться даже против крупных шведских кораблей. Столкновение такого рода произошло у мыса Гангут, это полуостров Ханка в Финляндии. Тогда путь 99 русским галерам с десантом преградили главные силы шведского линейного флота. В артиллерийском бою грибная эскадра была бы обречена, чтобы утопить «Скомповею» достаточно нескольких попаданий крупных ядер. Поэтому был придуман хитрый тактический маневр. Царь Петр I, который лично командовал нашим флотом, распорядился перетащить галеры в самом узком месте полуострова Ханка — Волоком. Шведы заметили эти приготовления. Их адмирал легкомысленно разделил силы. Часть флота он направил на другую сторону полуострова, чтобы встретить русских. Увидев это, Петр раздумал перетаскивать галеры. Он дождался безветренной погоды и отправил «Скомповеи» на прорыв мимо караулившего их шведского флота. Шведы смотрели нашедшие русские корабли, но ничего не могли сделать. Орудия не доставали, а ветра, чтобы подойти поближе, не было. Полдня солдаты гребли на веслах, пока, наконец, не достигли цели — второй шведской эскадры. Силы противника состояли из одной плавучей батареи, шести крупных галер и трёх кораблей. Шведы имели подавляющее преимущество в артиллерийском вооружении. Однако на русских «Скомповеях» находился 15-тысячный десант. Залпами в упор шведы отбили две атаки. Третья попытка оказалась более успешной. Первой жертвой абордажа стала крупная шведская галера. Участвовал в схватке и сам царь Пётр, именовавшийся во флоте контр-адмиралом Петром Михайловым. Флагман шведов корабль «Элефант» был буквально облеплен 11-ю русскими «Скомповеями». Абордажные команды взбирались на палубу. Бой за корабль был ожесточённым. В конце шведы уже не заряжали пушки ядрами. Стреляли чистым порохом, сбивая наших матросов и солдат раскалёнными газами. В итоге все 10 кораблей шведского отряда были захвачены и в качестве трофеев отправлены в Санкт-Петербург. Пётр ликовал. Он лично правил победные статьи о Гангуте перед отправкой в германские и голландские газеты. Был устроен торжественный въезд победителей в Санкт-Петербург. От Чеканина специальная медаль. В столице построили церковь святого Пантелеймона, так как именно в день его памяти была одержана эта знаковая победа. Пётр Михайлов стал вице-адмиралом. Санкт-Петербург